Блогер Михаил Светов назвал главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова предателем за его действия в декабре 2011 года в преддверии митинга на Болотной площади. Моральный банкрот к «Эхо Москвы» у меня, разумеется, очень много претензий, я их неоднократно озвучивал, особенно за роль Алексея Венедиктова в 2011 году во всем этом переговоре с Горбенко, который, я считаю, был предательством интересов гражданского общества. Вискари вот это все? Да, вот это все. Я об этом писал, у меня об этом есть видео, поэтому у меня есть очень серьезные вопросы к редакторской политике многих СМИ. Венедиктов в ответ обозвал его тупым. Должен признать, что Светов неправ, используя такой эпитет в адрес Венедиктова. Венедиктов не предатель. Предать можно союзников или друзей. А руководитель «Эхо Москвы» в 2011 году не мог предать протест по той простой причине, что давно уже находился на противоположной стороне, будучи ограниченной частью путинского режима. Предать Венедиктов может только Путина, что без сомнения и сделает, когда крах диктатора станет очевидным. А потом мы будем наблюдать, как Венедиктов кромогласно объявит себя верным сторонником перемен, много лет работавшим на ослабление преступного режима изнутри. Гарри Каспаров Для тех, кто еще не совсем разобрался в роли Алексея Венедиктова и вообще в этой персоне, имейте в виду, что он очень близкий друг Дмитрия Пескова. И за его последние слова в адрес Украины, дескать, гражданский там конфликт, а не война с Россией, он по праву занимает место на той же стороне, где и Владимир Соловьев или Дмитрий Киселев. Поэтому, когда наши украинские друзья на меня обижаются и говорят, что на Украине нет гражданской войны, я могу сказать, что Майдан – это гражданская война. Не говоря уже про Восток и вот это. А и продолжение понятно. Безусловно, как во многих гражданских противостояний, то есть вокруг этой войны много лицемерия на Донбассе, но гражданская война, она всегда вот таким образом происходит, а это гражданская война. Если вы по-прежнему слушаете «Эхо Москвы», имейте в виду, что эта радиостанция работает точно по принципу 40% правды, 60% лжи. Поэтому я бы не доверял им, особенно «постоянным вещателям», в кавычках, например, таким, как Сергей Пархоменко, Юлия Латынина, Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Эти люди каждый в своей степени легко переобуваются буквально в полете на ваших собственных глазах. И то, что они говорят, приблизительно выглядит так. Ну, например, Юлия Латынина очень резво критикует систему, а потом между делом может сказать. Но Собянин молодец, превратил Москву в замечательный город. Да и Путин неплох, именно тот, кого вы заслуживаете и тому подобное. Поэтому внимательно прислушивайтесь к тем, кто постоянно вещает на этой очень сомнительной радиостанции. Да, много людей написали мне, что вот Венедиктов говорил какие-то удивительные вещи про Украину и про свое отношение к этому. Я полез смотреть, сначала послушал, потом прочел. Ну, вы знаете, мне кажется, что он не сказал там ничего, так сказать, невероятного. Он сказал, что, например, что Россия не финансирует, по его мнению, непосредственно из государственного бюджета, не финансирует свое участие в войне в Восточной Украине, в Донбассе, а также деятельность там сепаратистов. А делает это через посредство всяких верных ей, надежных олигархов, которые в обмен на это финансирование получают всякие привилегии, а также отпущение разных своих грехов. Совершенно согласен. Технологически это так и происходит. Это действительно финансируется таким образом, но только я не вижу большой разницы. Ну да, Россия все равно это финансирует, хотя вот так, чужими руками, чужими карманами, а что это принципиально меняет. Так что здесь я, пожалуй, согласен с Венедиктовым, не понимаю, что на него все так взъелись. Нет, там была еще одна вещь, которую как-то люди не поняли или услышали не то, что он говорил, а то, что, может быть, как-то у самих было в голове. Там Венедиктов говорил, что надо признать, что на Украине идет гражданская война, а Россия туда типа подливает бензинчику. Там всеми известными способами, там этими добровольцами, не знаю, там отпускниками и вот этим вот всем. И, собственно, люди еще вот этим вот очень возмущались. Да-да, тоже согласен. Внутренний конфликт, есть внешний конфликт. Тоже согласен, согласен, потому что действительно основная форма участия этих самых российских засланцев туда – это наемники разнообразные через всякие вот эти вот частные военные организации и так далее. Большая часть этих людей попадает туда именно так. Какая, собственно, нам разница? Понятно, что это наемники из России, понятно, что это люди, которые там добавляют, так сказать, дополняют эту войну и, собственно, поддерживают весь этот огонь. Почему мы должны так уж разделять тех, кто туда регулярным и нерегулярным образом приезжает? Другое дело, что техника. Техника, да. Ну, вот мы видели, например, историю с этой ракетой, которой был сбит Boeing MH17. Ну, там прямо часть известна, прямо номер этой машины конкретно известен, номер тягача и всего остального. И довольно часто можно видеть и номера этих танков, этим всем занимается Bellingcat и еще некоторое количество вот этих вот поисковых интернетовских таких распределенных организаций. Так что, что тут это обсуждать? Да, техника со складов с российских, а люди главным образом вот так, через наемников, через всякие организации. Так что, да, это тут, мне кажется, что это детали, а сути дела они на самом деле не меняют. Вокруг этой войны много лицемерия на Донбассе, но гражданская война, она всегда вот таким образом происходит. А это гражданская война. Ну, а перед Гарри Каспаровым я в очередной раз снимаю шляпу. Точнее, его назвал еще один русский оппозиционер в опале и эмиграции Андрей Пьянковский, который еще много лет тому назад назвал этого человека кремлевский крот.